Всем привет, это подкаст Europe Design, сегодня понедельник, 19 января, у нас такой будет насыщенный сегодня, судя по темам, и давай, Никита, начни с громких. Mozilla выпустила Firefox, кстати, всем привет. Intel и MacBook и вообще итоги CES 2015, вот, которые нам интересны. Корпорация Google будет торговать доменами. Погнали. Ну, в общем, Mozilla положила свой 35-й, насколько я помню, релиз Firefox'а, то есть, если так смотреть, то для разработчиков, по-моему, уже 36-й лежит. Да, вот этот Firefox Developer у меня как раз по приходу 35-й до 36-го обновился. Так, ага, а вот 35-й, он, значит, с собой что несет, какие нововведения? Во-первых, самое главное, они прикрутили кросс-браузерные видеочаты. Вот это прям самая пушка, которая выстрелила. Хотя, может быть, никто и не заметил. А знаешь, почему никто не заметил? Потому что... Почему не пользуется никто? Во-первых, потому что никто Firefox'ом не пользуется. Во-вторых, потому что нам с тобой пришлось в конфиге H менять, значит, сонастройки. Ну, возможно, это какой-то баг OSX, потому что там на форумах, где мы нашли эти настройки, там писали, что это вот OSX такие вот темы. То есть они, вон, рендеринг поправили, судя по этому, по what's new, а вот эту вот забаговали чуть-чуть. Ну, ладно, это еще, я так понимаю, в разработке еще все думают, как это будет работать. Но, что, Firefox Hello называется новая штука, где можно развернуть видеочат прямо из браузера Firefox и кинуть ссылочку на этот видеочат в Chrome или в Opera, или вот, например, у меня на Яндекс.Браузере даже, страшно сказать, работает. Вот, я не знаю... Давайте сейчас покажем еще, ты расскажи еще, что в нем крутого. Что в нем крутого? Во-первых, он кросс-браузерный, и можно не регистрироваться в Firefox вот этом вот аккаунт, не надо себе заводить. Аккаунт. Вау. Вот. Да. Но если ты зарегистрируешься, и твой друг зарегистрируется, и твоя мама, и твой папа, то можно будет их добавить там в друзья и спокойненько звонить. Не только ссылку кидать вот эту казенную, а реально, то есть, ну, звонить другу прям в Firefox. Вот. Значит, еще главные какие фишки? Главные фишки, что, оказывается, в 35-й версии не работало на Mac OS. В 34-й. В 35-й это теперь работало. В 35-й сделали, да. В 34-й не работала поддержка MPEG-4 на Mac. Странно. Не то, чтобы я пробовал когда-то, но, да. Видимо, поэтому и не пробовал. Это одна из... Я чуял шестым органом чувств, что не надо Firefox использовать именно поэтому, да. Ну вот, открыли бета-тестирование магазина приложений Marketplace, то есть целый у Firefox. Ты, кстати, мог бы зайти хотя бы. Да, попробуем. Да, давай зайдем. То есть, у них там как вот в Chrome. Они, скорее всего, скажут, что без Firefox я никто. Ну, да. Но можно эксплорить. Тут почему-то значки Ruby, смотри, скрытые жемчужины. Ну, там есть же... Ага. Это просто что, типа, это крутые приложения, которые прям вот и не заметишь. Угу. То есть можешь всякие расширения устанавливать теперь? Ну, их, наверное, и до этого можно было. Теперь есть репозиторий некий, в который надо это все закидывать. Я не знаю насчет того, есть здесь модерация или нет. Хочется верить, что есть. Мозаичная отрисовка в OS X, то есть... Мозаичная. Мозаичная. Ну, в общем, тайл рендеринг. Короче говоря, движок браузерный теперь рендерит по таким квадратикам всю страницу. Не то, чтобы это было заметно, как бы, ну, невооруженным взглядом, но, видимо, это неплохо для того, что ты первый экран видишь сразу, а то, что у тебя там на 30 тысяч пиксель на высоту лендинги самый низ еще не успел отрисоваться, тебе как бы и похрену. Может быть, это круто. Я не знаю, как в других движках это реализовано, но мне хочется верить, что здесь какой-то у них есть консенсус у браузерных производителей, и все делают просто, чтобы было круто. Ну вот, да. Теперь CSS-фильтры включены по умолчанию, даже так? Да, да. Наверное, до этого надо тоже в about-конфиге было как-то их включать, прописывать. Может быть, префиксами работал моза-фильтр или что-то подобное, но, короче говоря, работает. Ну и вот эта вот возможность инспектирования before-after, как в хроме. Это круто. Да, это тоже включили. Что-то еще по поводу hello вот этого нового чата. Ну, в принципе-то ничего такого, да? Может быть, покажем как-то, да? PDF.js обновился. Ты забыл сказать, что это важное самое. Да, да, да. Ну, кстати, я тут от себя добавлю про баги. У тебя там, наверное, в источниках не сказано. Ну-ка. А тут-то пишут, что некоторые изображения могут не изображаться, когда на них навели мошку. Это на самом деле говно. Я не представляю, почему вот такие баги вдруг прокрадываются в релиз. 35-й. Достаточно, да, серьезно. Второй баг. WebGL-игры могут показывать некоторые текстуры. Но тоже это достаточно критично. Не то, чтобы я играю в WebGL-игры, и не то, чтобы я их разрабатывал на Firefox. А, кстати, зря. Да, действительно. Возможно, именно поэтому мы сидим здесь все еще. С вами. Да. Правосторонние вот эти страницы там для арабов и других людей не работают. Ну, как бы... А, in hello. В общем, в hello иногда могут багить. И какое-то расширение enhanced Steam. Ну, для магазина Steam, насколько я понимаю. Оно тоже бажит и крашит весь браузер. Кстати, слышал, в Крыму нельзя в Steam покупать игры. Вот это, может быть, они из солидарности, чтобы чуть-чуть пацанов в Крыму поддержать. Кстати, мы с вами. Я уж не знаю, насколько там можно через Тор, опять же, про всю мою любимую прокинуть, избежать этих всех попадосов. И сказать просто, что ты живешь где-нибудь, я не знаю, в Ростове или в Киеве. В зависимости от того, какую сторону вы выбираете. Ну, да. Поэтому, ну, я больше чем уверен, что можно с этим что-то поделать. Ну, мы за вас поиграем. В Steam что-нибудь, да? В Героев HD третьих. Точно. Так вот. Ну, давай. Пробуем, да? Я все хочу, да. Давай. Ты мне все не даешь. Значит, hello, тестим вот этот новый видеочат кросс-браузерный. Я сижу на Яндекс-браузере, чтобы все понимали. Сделать звонок. Я не зарегистрирован. Мне просто нужно так. Я напишу, что я Саня Гончаров, а то у меня там был тест. Пробуем у тебя был? Да. Саня Гончаров. Копировать ссылку с копированной. Ты, кстати, мне это в Slack кидаешь, да? Да. У нас было в каком-то подкасте обсуждение Slack. Давай попробуем. Я вот присоединиться к звонку нажму у себя в Яндекс-браузере. Угу. И? Вот он я. Ну, ты как-нибудь у себя там выключи микрофон, чтобы не фонило, ничего. А, давай, давай. Я хочешь, я и камеру могу выключить. Не, не надо. Вот я фуллскрин у себя здесь сделал. Так. Сейчас я до тебя дотронусь попробую. Да, работает. В смысле, мы не в разных помещениях, что ли? Нет, мы не очень в разных помещениях, поэтому да. Ну, короче говоря, вот так это работает. Плохо, что нету instant messages каких-то. Да, вот я бы тут что-нибудь написать бы хотел. Ну, это WebRTC, и там, я так понимаю, только видосы поддерживаются. Но и то уже прикольно. У тебя причем реклама Mozilla, я вижу, на заднем фоне. У меня как-то что-то нету. Да хорошо, хоть на видео нет рекламы Mozilla на самой. Ну, они дойдут до этого. Скоро Always реклама у тебя будет. Прямо вместо твоего лица она будет отключать, как на Twitch. А. Поэтому да. Ну, в общем, это прикольно. Но надо, конечно, для чистоты эксперимента можно было зарегаться в Firefox и посмотреть, как это выглядит, когда двое человек себя в контакты друг к другу добавило. Да ладно, господи. Я понимаю, что мы все будем этим заниматься. У меня бы это тоже не написано. Это все у тебя. А, это у меня все бы это. У меня, что у тебя эта ссылка открыта на hello.firefox.com, а у меня это вообще просто в браузере открыто. Понял. Ну, посмотри. А у тебя ты когда сворачиваешь, ты меня еще и видишь. Я тебя всегда видишь. Вау. Блин, ну, в общем... Ну-ка, подожди, а могу я серфить дальше? В общем, ребята из Skype испугались. Присели. Ну, нет, очевидно же, про вот этот WebRTC, он же не сегодня, не вчера появился. И он как раз, ну, и нацеливался на то, чтобы конкурентом Skype быть. То есть, вот эта open-source технология. Насколько я понимаю, она гугловская. Не знаю, почему это в Firefox всего так. Ну, я причем не знаю, может быть, она... Может быть, не гугловская. Да, короче говоря, вот так вот это выглядело. Ну, прикольно. Я что, я отсоединяю. Уйти нажму? Давай, уйди. Ухожу. Как прошел ваш звонок, меня спрашивают. Грустненький или веселенький? Ну, веселенький. Да, весело было, смешно. Спасибо за ваш отзыв. Было весело и задорно. Угу. Вот такой Firefox 35. У меня тут marketplace еще открыт, случайно. Там всякие шашки. Шахматы. Трейн. Курорт. Не, ну они растут, что там. Хотя, как бы, я думал, если честно, что marketplace-то у них давно уже. Ну, понимаешь, вот... Ну, все, бета написано. Да, мне тоже бета написано. Ну, давай. Ладно. Переходим дальше. К более серьезным темам. Да, в общем, прошла CES 2015 недавно в Вегасе, там, 6 по 9, что ли, она была в январе. И все-то всяких Apple... Ну, точнее, не Apple часов, а клонов Apple часов ждали, теликов и машин. А я, как настоящий гик, ждал, что новые процессы как-то интеловские будут. Зачем? Ты как зачем? Я был момент, когда я хотел себе новую букву купить именно с Бродвеллом, потому что он 14-нанометровый, то есть у него там энергопотребление чуть уменьшено. Ну, там, естественно, пишут, что, несмотря на то, что энергопотребление меньше, сам площадь чипа меньше, тепловыделение на единицу площади тоже больше. Короче говоря, его охлаждать чуть сложнее, но он все равно такой, хай-течный. Ну, и кроме 14-нанометров, там куча новых инструкций поддерживает, типа AVX 2.0 и так далее, которые для кодирования видео очень даже подойдут. То есть вот если я сейчас здесь, это у меня продукт-бриф открыт, PDF-очка с Intel сайта, то здесь они прям, ну, рисуют, как выглядит, с HD Graphics 5500 и 6600 с Intel Iris. Короче говоря, я не дождался, в итоге купил другой ноутбук, но с Haswell, да, соответственно, перед этим был. Он не очень 14-нанометровый и вообще как-то, ну, надо было, надо было, поэтому будем ждать. Причем, ну, сейчас скажу, что будем ждать. Так, 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 так. Ну, кроме того, что Iris прям сильно будет круче, то есть сильно лучше, чем в Haswell, я надеюсь, он будет какой-то прирост давать для WebGL вещей и вообще для рендеринга в браузере, потому что сейчас вот этот компьютер, несмотря на то, что ему тут месяц, я не знаю, но он late 2014 или mid 2014 считается, не знаю. В общем, ему все равно его очень легко в хроме повесить, если что-нибудь запустить, какой-нибудь... Коудпен. Ну, да, много коудпенов. Если главную коудпен запустить, где все превьюшечки сразу заиграют, то кулера включаются и можно выносить сразу. Поэтому, может быть, как-то с этим лучше будет. Ну, и там плюс она поддерживает DirectX 11.2, там, ну, в общем, Intel Iris, он существенно круче, но это не так интересно, как сейчас скажу, что. Ну, longer battery life, то есть вот это все следует из тех процесса и, ну, и вообще инструкций дополнительных. Я думал, что будут прям суперкрутые ноутбуки, но они и будут, наверное. Что теперь? Несмотря на то, что я их не дождался. Вот, дошел. Инструкции несколько. Linz TSX NY. То есть оно очень круто работает с AVX 2.0 и увеличивает производительность при выполнении некоторых операций. Каких операций? Понятно, каких. Мы недавно в каком-то из подкастов говорили про кодирование видео новым кодеком H.265. Не будем сейчас повторяться, но суть в том, что при том же качестве размер файла уменьшается просто, ну, там, раз в пять. То есть гигабайтовое видео Full HD с таким же качеством можно сжать кодеком H.265 до 200 мегабайт. Ну да. Это понятно, в каких сферах открывают невиданные доселе, как это сказать, просторы, пространства. Но и не только в этом дело. Дело в том, чтобы такое видео закодировать на конкретно... Ну вот я на вот этом компьютере проверял. То есть закодировать 40-минутную серию Full HD из этого спутникового потока TS-файла. Нужно, ну, допустим, 40 минут в H.264. Ну, с нормальным битрейтом. Не то, что, там, зажать, я не знаю, в 3000 битрейт. Нормально, там, 1008 битрейта, 5, 6, вот так вот. В зависимости от того, там, что как. И то же самое сделать с помощью H.265 занимает, там, несколько часов. Около 4 или 5 часов. То есть, ну, в 10 раз больше. Ну, не в 10. Ну, короче, во сколько-то раз больше? В 5. Пусть будет. Реально долго. Реально дольше, но она будет меньше занимать. Но проблема еще и в том, что на... Ну, соответственно, где ты будешь это видео просматривать. То есть, проигрыватель, он же тоже декодером это будет, ну, декодировать этот поток. И на Proz будет сильная нагрузка. И на старых компьютерах, например, такой файл особо не попрет. Ну, то есть, он будет тормозить, несмотря на то, что это тоже Full HD, там, и так далее. Ну, и вроде как бы и нахрен бы надо. Уже гигабайтовую серию проще скачать, чем 200 мегабайт. Поэтому за этим, конечно, будущее. Мне прям, я очень сильно, мне это нравится. Мне кажется, надо это пробовать. Поэтому я вот хотел. Но, к слову, о новинках, то есть... Так, тут, по-моему, в этом продукт-брифе не будет. Да, здесь не будет. Но, наверное, в следующей новости будет. Нет, в следующей тоже не будет. Короче говоря, они выпустили серию... А вот, да. Intel Core Processor U-Series. То есть, i5 и i7 процессоры пятого поколения. То есть, там, 5100, там, 5 вот эти. И с буковкой U, они все двухъядерные. Сейчас вот на начало 2015 года, вот их только анонсировали, выпустили. Ну, понятное дело, производительность у двухъядерных будет не очень большая. До 28 Вт TDP у них будет. И, ну, мы все, наверное, ждем для настольных каких-то решений в середине года, может быть, ближе к осени. И в 8-ядерные. Ну, хотя бы 4-х. 4-х, 6-ти, 8-ми, я думаю, вот в таком аспекте они будут. И прям можно будет смело брать, кодировать видосы и складировать. Их это вообще круто. Можно будет... Ну, нет, ты смеешься, а можно же будет существенно экономить на Amazon S3. Потому что по трафику это у тебя уже будет не гиг сливать, а 200 мегабайт. Ну, сам подумай. Ну, да. Несмотря на то, что те, кто будут сливать, нужно им тоже было бы, чтобы они декодировать это могли. Ну, я думаю, разберемся это все. Ну, как бы понятно, что еще год-два нужно на адаптацию этого всего. Но, тем не менее. То есть, Intel, они очень сильно хотят сесть на коня именно вот в русле видеокодирования и процессоров. Из-за сим следующие новости о том, что уже какой-то там источник, Quanta Computer, я так понимаю, это тайваньский производитель, рассказал о том, что они начали серийное производство новых 12-дюймовых MacBook Air. И что мы, Никита, о них знаем на сегодняшний момент? Кроме того, что там будут вот эти вот... Там-то будут все-таки не U, а M. Ну, да, да, там будет Broadwell, Core M, предыдущая серия, но она без... ну, хотя, да, расскажи нам, что мы про них знаем. Так мы еще знаем, что, во-первых, в них будет новый USB 3.1, страшно сказать. Type-C, да, двухсторонний. Type-C. Кстати, почему Type-C? Ну, то есть, Type-A это здоровый, вот обычный, который у нас в мышке, да, Type-B это который чуть меньше, я его видел на этих, на жестких дисках внешних. Так. И Type-C вот этот еще меньше, и двухсторонний, и по нему еще и 100 ватт аж питалово проходит, то есть, им можно заряжать будет всякое. Угу. И будет вот эта дырочка одна? Ну, я не знаю, может быть две, но из-за того, что он будет сверхтонкий, понятное дело, то есть, но... Подожди, 12 дюймов, ты говоришь, это с каких ушли с 11-дюймовых? Ну, предпочитаю думать, что заменят, да, 11-дюймовые, а 13-дюймовые так и будут дальше производиться. То есть, 12-13? Да, 12-13. Так, практически, различия-то нету, он маленький? Здесь ретина будет, я тебя наталкиваю на эту мысль, что здесь ретина будет, а на 13-дюймовых, как ты знаешь, ретины нет. Это одно из главных упущений эйров, но их, между прочим, все равно почему-то все берут. Не знаю, почему, это прям загадка. У тебя 13? Ну, так у меня-то прошка, у меня-то с ретиной. Я имею в виду, что нравится форм-фактор. Ну, и... ну, да, но экран-то нравится больше, чем форм-фактор, ну, да, может быть. Поэтому, это такой вопрос странный, но, да, вот там вот эти Core-M безвентиляторные, поэтому они жутко тонкие, и, да, ожидается, что будет вот этот USB Type-C и наушники, все, больше никаких не будет входов-выходов. Трекпад, как обычно, предпочитаю думать, что дизайн будет изменен. То есть, вот смотрите, здесь рендер примерно, это концепт, то есть, это, ну, не финальное решение. Думают, что будет вот так. То есть, без краев совершенно клавиатура, чуть побольше такие кнопки. Трекпад, кстати, здесь побольше, судя по всему, насколько я вижу. Короче говоря, я думаю, он примерно такой же будет, но вот чуть с измененными внешним видом и вот такими новыми характеристиками, как ретинный экран, новые процессы. Ну, знаешь, что интересно? Вот, ладно, это мы с тобой, там, купили, допустим, восьмиядерные, короче, Бродвиллы такие, да? А вообще в больших масштабах, там, для каких-нибудь компаний, это вообще как? Вот они как будут? Смотря каких компаний, ты о чем? А офисных компаний, они на топов себе закупят, говеных, и все, на юшках. Вот сто пудово. Или по тендерам, деловских, допустим. Или асусовских. Ну, неважно, они на топы закупают. Компании, которые видосы кодируют, они Mac Pro-шик закупят новых, ведер. А, вот эти уроны. Ну, и в зависимости от денег, конечно, может быть, они PC-компьютеров закупят и будут, в принципе, нового. Ну, кстати говоря, да, вот в эти вот Super Mac Pro, вниз же будут стоять вот эти... Но сейчас там не они стоят, но я так понимаю, его переиздадут. То есть на сентябрьском ивенте Фил Шиллер выйдет и скажет, что... Сейчас там. Сейчас, ну, мы пошли дальше. Самый сильный. Или еще там то, там то. И это будет самый лучший Mac Pro, который был. Угу. И там у вас просто сорвет башню, и он на 50 долларов дешевле, несмотря на то, что его себестоимость как раз 50 долларов. Поэтому, да. Ну, да. Я просто почему спрашиваю? Потому что не только же для обычных потребителей. Они же деньги-то хотят зарабатывать. Я про Intel. В корпоративном секторе? Ну, нет, да. Поэтому они мобильные и выпускают в первую очередь. На них спрос сейчас больше, но ты сам посмотри на рынки. Мобильные продажи всего мобильного, планшетов и прочих вещей, они зашкаливают по сравнению с такими десктопными решениями. Поэтому они в первую очередь их и выпускают. Ну, да. Все правильно. Производственные мощности же тоже не резиновые. То есть они их производят, а линий-то у них, ну, как бы не так много. Поэтому они не могут и то, и то хреначить успевать. Угу. Такая лайф. Но... Подожди. М? Значит, ты все сказал, а самое-то главное, что будут переходить там это все, вот эти страшные вещи. Куда переходить? Я пока еще ничего не понимаю. Что есть... Что есть... А, вот это новость следующая. Я имею в виду, что Apple may shun Intel for custom A-series chips in new Macs within 1-2 years. Окей. В общем, предпочитают думать, какой-то аналитик Ming-Chi Kuo... Не какой-то, это, по слухам, самый крутой аналитик по Apple. KGI Securities он работает. Ну, пусть будет самый крутой аналитик, да. Он предпочитает думать, что Apple-ские процессоры, точнее их, ну, как сказать, технические составляющие... Ну, вот сейчас A8X, да, у нас в iPad Air 2. Ну, видимо, какой-то A9, A10. Он уже займет нишу по производительности между Intel Atom и Intel Core i3. Ну, то есть они уже прям практически полноценные десктопные решения смогут тянуть. Но очевидно же, что архитектура будет такая, что именно с Apple-ской OS X или iOS, или как они там, может быть, они все-таки сделают одну общую операционку для всех, будет лучше работать. Лучше даже в плане оптимизации алгоритмов, там, может, они под Swift будут лучше заточены. Ну, это смешно, конечно, все равно все в C компилируется. Ну, да, в общем, суть в том, что именно для вот этих MacBook Air, скорее всего, в течение двух-трех лет Apple перейдут на собственный процессор и увеличат еще, ну, срок службы батареи. Не как время работы батареи, срок службы-то, он как есть, так и был. И да, может быть, как-то избавиться от Intel в этом, от зависимости от них, и цену-то оставят такую же, хотя, может быть, опять же, скинут на 50 долларов, несмотря на то, что у них освободилось долларов 200 от стоимости. Ну, да. Причем почему? Наверное, потому что, ну, глупо, сколько сейчас Air? Он от 500 до долларов стоит, iPad я имею в виду, а MacBook около 800 или 900. То есть, некая разница между ними все же есть. Если его сделать сильно дешевле, он практически до iPad'а дойдет. Юзеры, юзеры, консюмеры, покупатели будут не знать, что брать, это им не нужно. Они хотят максимально конверсионно разделять ниши, я думаю, рынки. Да, конечно. Поэтому, ну, может быть, они, там еще же есть слухи про здоровый iPad, iPad Pro, тоже он там 12-дюймовый практически. И, ну, короче говоря, я не знаю, ну, вот какой-то здоровый такой планшет будет, ты его прям как альбом А4 будешь держать и рисовать у него просто, и все, горизонтально. Ну, да, так, собственно, опять же, был сегодня утром, я читал слух, что вот с этими iPad Pro воображаемыми, которые обещают, стилус будет в комплекте идти. То есть это уже прям реально, я не знаю, или это back to roots, или просто, ну, для рисования, для каких-то, может быть, они вакуумы, нишу вакуумов будут отбирать. Ну, ты сам представь, вакуум с экраном под сотку стоит, но он там, конечно, суперчувствительный и так далее, там ловит перо боком, ты его жопой, жопом нажал. Ну, я думаю, они, они недавно же патентовали как раз эти вещи, что они недавно, уже год назад, что экран у них будет ловить степень нажатия и так далее, хотя он и так ловит, но тут будет именно у пера тоже. Поэтому, кстати, мы сейчас с тобой практически как Минг Чи Ко анализируем и, возможно... Тоже лучший аналитики. Да, скорее всего, в России. И, может быть, они как раз рынок вакуумов хотят отжать чуть-чуть, с учётом того, что, ну, очевидно, что будет дешевле, и да. И, опять же, более круто работать с Mac'ами. Возможно, с PC, конечно, будут проблемы, не знаю. Ну, это страшно, потому что, потому что страшно. Все у всех отжимают, можно даже к следующей новости приплести, или ты ещё что-то хочешь сказать? Тут про USB у меня ещё открыто, что вот он Type-C, двусторонний, и до сотни ватт по нему можно пропустить. И сам стандарт 3.1 USB увеличит скорость с 5 гигабит в секунду до 10 теоретическую. Понятное дело, что на практике таких добиться, это надо в вакуум поместить, позолотить все контакты и ручку ещё позолотить, потому что, ну, это такие цифры, конечно, дикие. Ну, вот, да. Представляешь, заряжать по USB телефон. Да. Ну, собственно, телефон, нет, Буку, Буку. Из USB-шничек и прямо в сеть, но именно ноутбук. То есть у меня вот этот 45 ватт, по-моему, зарядка для этого, а тут до сотни можно будет сжать. Мне это всё напоминает, вот, знаешь, у меня была подогревалка, кружка, чтобы кружку подогревать USB, вот. USB-пылесос ещё, блин. Да-да-да. Когда не знаешь, что подарить, даришь USB-гирлянду или USB-пылесос. Ну, да. Ну, может быть, может быть. Угу. Ну, как бы, ну, хотя тут по-серьёзному уже практически. Ну, да. Ладно, бок с ним. Продолжаем. Продолжаем про ребят, которые захватывают рынки. Google Domains появился сервис в бете. Причём он был, я так понимаю, в закрытой бете. Сейчас в открытой бете для US-пользователей, то есть для США. Ага. Вот. И теперь можно у Google, значит, в Америке купить за всего лишь от 12 долларов такую услугу, как домен, с дополнительными плюшками. Типа-типа. Во-первых, бесплатная приватная регистрация, мне нравится это. Там, кстати, это будет, если ты вот сейчас откроешь, вот сейчас мы лендинг видим. Если ты, нет, нет, там фичерс сверху было. Ты можешь, конечно, саппорт почитать. Да, это фичерс. Вот, да. И там написано, во-первых, значит, приватная регистрация. Перенаправление доменной почты на Gmail сразу. Вау, вот это, конечно, круто. Это же, ну, нет, это сарказм был. Это не очень сложно делается везде. Нет, так ты понимаешь, это же для сильно-сильно-сильных потребителей. Причём, если вы сейчас посмотрите, тут всё в Google Material Design сделано, вот эта штука. Вау. Ты понимаешь, да, все вот эти теньки вот эти. Но тут, понимаешь, вот тут тенька съедается, она куда-то под низу ходит, вот говно. Да. Ну ладно. Ну вот, во-первых, это, значит, почту сказал, бесплатное перенаправление доменов можно будет делать. Где бесплатные SSL-сертификаты, я не понимаю. Нету их, в смысле, но это напрашивалось. Может быть, подороже будет, не знаю. Может быть, они просто, ну, дешевле там, не 60 долларов, как везде. Я не знаю, сколько они стоят, но они стоят. Поддержка до 100 поддоменов, то есть там blog.toto.ru. Я больше, чем уверен, что у нас на MediaTemplate тоже не было особо ограничений. Да. Ну, по крайней мере, я когда их делал несколько, я их делал там до 5, допустим, мне никто не говорил, что у вас осталось ещё 5. Ну, неважно. Наверное, они знают, что рекламируют. Ну да. Там мы как бы куча всяких новомодных вот этих .guru, .club, там, как мы говорили, .rock. Это понятно, да. Да-да-да. И всё это, значит, от 12 долларов. Самое-то, понятно, что главное. Там они прилагают услуги наших любимых ребят, типа, знаешь, Shopify, интернет-магазины. Ну, я как раз на этой плашечке и есть, потому что всякие CMS, вот это вот Squarespace, я даже таких не слышал. Виблии. Ну, нет, мы Squarespace даже в паблике посетили. У них есть сервис, который логотипы тебе делает. Да ладно. То есть там такой очень стандартизированный билдер, и у тебя всё примерно одинаково получается, как Medium. А так а тут всё будет? У тебя всё будет одинаково получается, если ты будешь делать на этих платформах. Да, это очевидно. На то и есть эти билдеры. Ну, и самое главное, ну, VIX, понятно, самое главное, Google-блогер ихний. Ну, да. Это, естественно, ты блог. Ты, хоп, сразу себе купил домен, сразу развернул на нём блог, и тебе всё хорошо с тобой. Ну, ты правильно сказал, для консюмерского рынка, то есть для тех, кто вот не шарит. Ну, и вот они подминают, скорее всего, крупнейшего, GoDaddy, крупнейшего игрока на рынке. И? Я в 2011-м свой первый домен покупал на GoDaddy. Там настолько всё неинтуитивно, что, да, я думаю, люди, которые хотели, но не могли до этого купить домен, потому что, ну, не хватало каких-то знаний. Угу. Ну, мы это так назовём. Да. Они ликуют теперь. Да, конечно, там он просто в строку вёл. Тем более VIX, там бесплатно с ними. Ну, хотя, не бесплатно, там просто цены чуть ниже, потому что я вижу, что уже, да. Ну, вот. Ну, и я не знаю, в свете последних событий повышения наших русских каких-то и .com-зоны, .ru-зоны, я не знаю, как это всё будет. Да хотя, пока нам эти Google... Ну, что, бета только для US, ты сам сказал, поэтому нам никак это не будет. Да, 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 поэтому, я думаю, пока нас это не касается, но позже будем создавать на Google Domains. Не будем, я думаю. Нет, да? Ну, нахрена, господи. Согласен. У нас уже все домены в одном месте, вот мы ещё будем половину тут бесплатно. Тем более, я вам по секрету скажу, у нас всего 150 рублей .ru-зона стоит, а у них... Да нет, у них.ru. Мне кажется. Нет, я-то смотрю... Точка гуру и точка фотографии у них только есть, понимаешь, поэтому... Ну, да, да. Ну, вот, как-то такая вот у меня штука. Дальше. Рубрика про WordPress, мы без неё как бы не можем в наших подкастах. Угу. Ну, тут не пугайтесь, здесь не много на этой неделе, потому что не так сильно и происходило разное. Например, нам вот рассказывают, что будет вот так вот выглядеть этот репозиторий на WordPress.org тем. Что тебе, Никита, это напоминает? Мне это напоминает, как в админке. Вот, да. Вот просто они туда имплементировали это и всё. Я так понимаю, что... Ну, как помягче бы сказать, чем они занимаются? Ну, нет, не надо так говорить. Почему? Зато всё удобно. Нет, я согласен. Это надо было сделать, но делать из этого big deal... Не надо. Ну, хотя, собственно, и не делать. Это же статья на WordPress.org. Это же не отдельный пресс-релиз на WordPress.org, типа там... Да. Сам Мэтт Мулин век не выходил. Да, не говорил. Но это прикольно. Почему бы и нет? То есть можно смотреть, здесь есть трекер, как эти тикеты делаются. Угу. Посмотрите, если вам интересно. Ну, хотя бы... Ну, когда будет, тогда будем ещё раз говорить об этом. Пока просто что есть. Существует плагин Version Press. Ну, как существует. Вот, он на кикстартере бабки собирал, насколько я помню. Где он там собирал? Где-то он собирал денег на краудфандинге. Собрал не все, какие хотел, но... На создание плагина? Да, это плагин. Ну, как бы, чтобы ты понимал, это очень монументальная штука. То есть вот, ты же знаешь, как ревизии в WordPress работают? Да. То есть есть какой-то пост, у тебя автоматически сохраняются ревизии. Ты в WP-конфиге можешь их отменить, сделать там, что... У тебя только 5 ревизий хранится и перезаписываются. Ну, в общем, суть в том, что ты можешь быстро откатить изменения до какой-то точки конкретной. До сохранения или до автосохранения ближайшего. И здесь то же самое они хотят сделать, чтобы со всем WordPress происходило. Состояние сайта. Чтобы не накатывать отдельные плагины для бэкапов там и так далее. Не хранить это всё. Я не знаю, как он это будет делать, но, наверное, на хостинге будет хранить архив. И каждый раз, когда ты плагин новый активируешь или что-то ещё, он будет делать контрольную точку, и ты сможешь с неё откатиться на ближайший этот... Ну, не храня никакие бэкапы. Ну и просто разворачивать бэкапы тоже для каких-то пользователей может быть сложно. Здесь это будет достаточно легко. Так, подожди. Вот у меня есть плагин VersionPress, да? А есть плагин там Backup WordPress. Чем отличается? Backup WordPress. Тебе надо настроить расписание. Потом тебе, чтобы вдруг у тебя что-то сломалось... Если у тебя есть доступ в админку, ты из админки, да, зипник скачешь. Если нет, по FTP или по SSH себе скидываешь зипник, который там лежит. Он в папке плагина будет лежать. И где-то надо заново разворачивать это всё и так далее. Тут же ты заходишь в админку, открываешь ревизии. Ревизии, ревизии сайта. И говоришь, блин, когда два плагина назад, было хорошо. А если у меня настолько плохо, что я не могу зайти в админку? Не знаю, возможно, у них отдельная админка. То есть это не в твоей админке будет, а как в wp-dash.io. То есть у тебя отдельный дашборд с твоими сайтами. И, ну, это логичнее было бы. То есть тут пока непонятно. Видишь, оно закрыто. L-Access Program, она закрытая и достаточно такая, дорогая. 50 долларов в год, L-Access Pro, и это до пяти сайтов. До пятидесяти сайтов 200 долларов в год. Ну, как бы, понятное дело, что если тебе это, ну, сильно надо, что это, деньги, что ли, не в России сейчас? У нас-то это теперь уже форчина. Биг дел. Как это по-русски? Целое состояние. Форчина, фортуна. Ну, в данном контексте переводится целое состояние. В общем, на WPT-Evern будет обзор в феврале. То есть Джефф решил себе купить, попробовать. Вот, ну, они, у них есть roadmap, то есть они это все планируют запустить. Ну, туда они какие-то тикеты зачеркивают, хрен тут поймешь, какой у них там roadmap, early beta, alpha. В общем, будут делать, будем следить по WordPress и все. Да? Да. Ну, вот, что, у нас осталась наша любимая рубрика рассмотрения сайта, хотя в прошлый раз мы не сильно рассматривали сайт, мы смотрели, скорее, контент сайта. Мы же сайт смотрим не только с точки зрения там верстки, мы еще с точки зрения юзабилити. И там был целый комплект юзабилити, best practices. Да. Поэтому, я думаю, оно в тему-то очень попало. Но сегодня хотели сначала рассмотреть signinsitewebsunite.ru блог, который он сделал, замутил. Ну, я там темку сделал для Genesis, для Genesis Child, но это долго. Ну, мы решили остановиться на более крутом сайте, да? Да, да, это будет через неделю, я там где-то обещал, что будет в этот раз. Будет через неделю, потому что там, ну, минут 20 минимум надо показывать, что там как кого, на локалке, не на локалке, чтобы понятно было, почему это все-таки не говно. ПХП-коды будем смотреть с вами. Ну, так, страшно, в общем. Ну, мы рассмотрим сайт клетки.ru сегодня. Клетки.ru? Это прям, я не знаю, это премии надо давать за такие сайты, потому что, понимаешь, наличие подпукаев на 19 января. То есть у обычных пользователей может возникнуть вопрос, сайт реально ли существует еще, или это просто, ну, он лежит, домен куплен там на 10 лет вперед, и он работает. Видишь, уважаемые посетители, сайт насыщен спецэффектами, анимацией, аудио, видео, файлами. Ну, у меня сейчас тут, понятное дело, флеш-плеер не установлен, половина аудио и видео не работает. Но здесь при этом, при включении, музыка сразу играет обычно. На храме. Да, посетители, которых интересует только орнитологическая информация, а также тем, кого раздражают спецэффекты на столице, могут перейти на точную копию сайта без вышеуказанной бижутерии, в кавычках. Может, посмотрим без бижутерии? Ну, я открою сейчас, но... Черт, я думал, оно в отдельном вкладе. Тут все равно бижутерия, я тебе скажу, двигается чуть-чуть. Вот это еще двигается. Они не могли без бижутерии. Ты просто там телка голая в татуировках. Я не видел это. Но это бижутерия та еще. Ладно, подожди. Давай. Закрыть окно пока. Закрывай. Подожди, нет, я все-таки открою в отдельной вкладке, чтобы не потерять, а то потом не будет. В общем, что мы здесь видим? Видим попугаев. Вот верхний попугай, да, который сейчас сверху, он движется по оси Y в противоположном мышке. То есть, если я мышку иду вверху, он движется вниз и наоборот. То есть, технически с ним можно встретиться. Попугай, который второй, он полностью повторяет движение мышки. Это гениально, я считаю. Да. Вот эти все Эклектус, Кокоду, Ара, мне кажется, у них они своей жизни живут. То есть, они по каким-то рандомным этим двигаются. Я смотрел по... Я не знаю, поймаю я сейчас или нет, инспект элемент. Но это ашечки летают. То есть, это ссылки. По ним еще перейти как-то. В смысле, ты можешь перейти по ним? Может быть, я... Это же гениально. Нет, это имидж. Вот дерьмо. Причем, это сноуфлейк, чтобы ты понимал. Это снежинки. Вау. Ну, это переделка, я думаю, какого-то... Какой-то джески. Да, да, скорее всего. Тут причем тоже голая телка. Как-то мы не усмотрели. Да? Вот это, вот это. Самое важное. Инспект элемент. Это... MarkUE. Это нахрен бегущая строка. 2000 какого года-то она интересна? Не знаю. Стандарт HTML 1.0, наверное, да? 2.0. Внутри параграфы, да, пи. А внутри тег-фонд, у которого параметрами задают цвета. То есть про CSS пацаны еще не слышали. Ну, я слышу, что у тебя зато кулера крутятся сильно. Ну, много гифов, конечно, тут. Да и, кстати, табличная верстка, что характерно. А вот на Бродвеле не крутились бы? Блин. Как-то сейчас меня грустно. Давай менюшку посмотрим просто, что там вообще она. Она вот такая огромная. Хочу купить наличие на 19 января. Инверсионно. Да. Но тут причем попугаи стоят до талого. У них один попугай стоит как сайты. Он, возможно, разговаривает. Амазоны краснолобы, их нет сейчас. Вау. Блин, хотел краснолобик оси. А как тебе вот это вот бэкграунд там сзади? А это как попугаем относится, я не представляю вообще. Ну, это метафора какая-то. Здесь, что характерно, крутые джаваскрипт чарты. То есть это не на флеше сделано, это реально вот линии, столбцы линии. То есть не гистограммы, пай и так далее, а линии, сплайны. Мы причем находимся на странице клетки.ру slash nov-2.shtml. Да. Здесь по хавер попугаяч. Учки я молчать не буду. Ну, уходит. Причем на черном фоне, поверх пальм. Не, нормально. Вот пай. Это что? Сколько в питомнике в процентах? Вот это вот. Вот она. Это гифка, да? Да, здесь попугая отодвигает ввклетки.ру. Это просто гениально. Я не могу. Нет, я считаю произведение искусства. Здесь причем лэйзи лодом подгружаются. Мои вещи нету, а сейчас они подгрузятся. Опа. Нет, ладно лэйзи лодом. Подожди, это все вот это border shadow, вот эти вот штуки вот. Box shadow? Давай посмотрим. Или это как-то, я не знаю, даже более гениально. Видишь, почему нет? Сейчас будем посмотреть. Table. Да, box shadow. Красная. Не, ну это еще хорошо. Да, господи, гений. Я еще раз повторю. Это же просто, ну вот-вот вещь я ее убрал. Ты на попугайчиков можешь нажать, да? Ну подожди. Я в другом знаю, что если я на сингл перейду. Ну-ка. Нет, на этих нельзя нажать. Но если я перейду на страницу Amazon Венесуэльский. А можно? Черт, где-то я перейду. Вот, вот стоп, нашел. Вот на этих небольших галерейках, блин, как это все. Вот, вот здесь видишь, по наведению чуть-чуть увеличивают картиночку. Здесь еще снежинки. Здесь еще нету в наличии, к сожалению. Блин, жалко. Короче говоря, попугай. Прям, я не могу. А кроме этой страницы ты можешь что-нибудь открыть? Я контакты могу открыть, они тоже эпичные. Причем контакты уже довольно-таки хай-тек. То есть вот прям, опять же, эти гистограммы все. Ивановский, Ивановский, наверное, мост. Бород Реутов, чтобы вы понимали, Подмосковье. Константин, видишь, сейчас зарубежные командировки. Оп. А это телефон еще самого доброго, ласкового, белого, пушистого сотрудника, которые обожают поболтать по телефону, прожить попугаю, готов там что-то там. Блин. Ну, я даже не знаю. Я даже не знаю, вот опять же, специально такое делали или случайно? Здесь API Яндекс.Карт подключен. Ты понимаешь, да, насколько это круто? Ну да. То есть, чтобы ты прошел, посмотрел, где продают? Здесь Лэйзи Лоад должен быть, да, или что? Или просто футер где-то должен быть, но я до него не могу тоскружить. Лэйзи Лоад. Навигация. Хочу. У них есть, между прочим, вспомогательные сайты. Попугаи и клетки Ру Пэрэс Хатчискат. Ух ты ж, ё-май. А вот это мы не видели. Да, это сейчас для нас, не, Comic Sans. Синелом и Амазон. Ну, это такое, это лендинг у них такой был. Хотя какой-то нахрен лендинг, здесь еще вон 100 страниц. Строица пока не готова, да и эклектусов пока нет. Перейдите, окей. То есть тут еще шутки шутят с нами. Продажа благородных попугаев в Москве. Продажа эклектуса, цена 65 тысяч рублей. На этой странице наше сайт, вы можете узнать наши телефоны, график работы, схемы проезда к нам. Условия доставки клеток на дом перейти. Знаешь, вот тебе придется, мне кажется, в следующую неделю соответствовать своим вебсайне.ру вот этому сайту минимум. Потому что так круто еще никто не делал. Да. Они, между прочим, покупают попугаев у нас. Вот это... Так. Опа. Блин, покупка крупных попугаев. Тут какая-то импер... Салон... Спа-салон императрица уже какая-то там на заднем плане и попугай. Просто самое главное, что вот именно эту страницу, я подозреваю, нужно открыть в хроме, потому что здесь флеш-видео должно быть. До этого в Safari как бы экспириенс не терялся, грубо говоря. Ну, он нормальный был. Он был нормальный. Но, как мы поймем, сейчас здесь... А, здесь вот эта реклама, пещера Аладдина. Она хоть ведет куда-нибудь? Нет, она никуда не ведет. Она несет информативный. Если успеешь вот так записать номер, и тебя не укачает, то хорошо. Вообще, давай я на главную вернусь, покажу. У них игры есть. То есть, наши консультации... Развлечения на сайте. То есть, сайт недостаточно развлекательный. Конечно. Здесь есть возможность с флеша собери лицо. Давай попробуем. Давай лицо. Ретро-эротика, там ретро-эротика. Давай-давай лучше, да. Наличие для идти его и все уже. На ютубе потом не пропустят нам. Да ладно. Они не узнают, что ты думаешь, что на ютуб смотрят. Это просто ретро, понимаешь? Да, ретро-эротика. Причем, надо сначала сквозь вопросы комментарий Гоши. Супер. Причем, он что-то молчит. Ну ладно. Ну ладно. Нужно прорваться и вот... А где? Нету ретро-эротики. А вот, смотрите подборку видео. Эротика сто лет назад. Жмите, жмите. Пожалуйста. Варшава 2004. Тут какая-то книжка. Вау. Так. Правдоподобные есть тюжаки сжбожные. От Киклю Ладжбирам фотографии эротичные в штули ретро. Давай листаю уже, мне уже не нравится. Кулера закрутились. Просто. Айбукс целый они здесь смогли повторить. Ё-моё. Ну вот, тем не менее, развлекательный сайт про попугаев. У них есть на сайте развлечения, кроме попугаев, напоминаю. Ты себе такую встроишь? Павел Вожник. Вожчик. Я не знаю. Потому что если нет, я к тебе не буду заходить. Смотреть подборку видео о жизни попугаев в природе. Тут причём целый плеер построен. Можно мотать? Блин, тут вряд ли попугаи летят. Ну, столько контента, сколько есть на этом сайте, не знаю. На всём Яндексе нет. В боссуслугах нету, да. Да, это просто какие-то гении. Ну давай, может, как-то подведём итог по всему этому. По сайту ты имеешь в виду или по нашему дню сегодня? Нет, давай хотя бы по сайту, потому что тут шальная императрица. Так, надо на клетке ру опять идти. А ты можешь сейчас с музыкой прям включить в хроме? Я хотел что-то избежать. Давай попробуем. Так, Google Chrome. Это у тебя сейчас так греется при Safari, что ли? Нет, это от хрома всё ещё греется. Тут что-то всё сбилось. А, вот. Ну-ка, давай. Гениально. Попугаи. Клетки. Точка ру. Да. В общем, ну, божди, божди, я последний на вот эту уголочек. Учти, я молчать не буду, он нам угрожает. Почему? Тут просто ещё эпилепсия пошла, господи. Ладно. Надо уходить быстрее. Угу. Ну, я даже не знаю, надо завершающее слово. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке. Обязательно ставьте нам звёздочки в iTunes. Пишите отзывы и смотрите нас там в том числе. Но лучше на Ютубе, там описание есть. Тогда просто подпишитесь в iTunes, вам будет падать и нормально всё. Да? Ну, подкасты там, кстати, в аудио. А, мы же должны сказать, что мы в Твиттере писали недавно, мы заказали железку, наконец-то, новую. Угу. Новый аудиоинтерфейс. Теперь, со следующего подкаста, и надеюсь, уже этот обзор, там, в четверг, в пятницу, в субботу, будет на новой звуковушечке записан, и звук будет не беспонтовый. То есть, не будет никаких помех, не будет никаких щелчков, щёлканий, и голос не будет обрезан. В общем, будет вообще шик, блеск. Так что, готовьте бабки. Да. Всем удачного дня, пока. Пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова